Приветствую вас на канале Техревизор. На рынке смартфонов сегмент среднебюджетных всегда был самым популярным для покупателей, так как мало кто может перешагнуть психологическую отметку в 40, 50 и уж тем более 100 тысяч рублей за аппарат. Некоторые особенности флагманов – пылевлагозащита, оптическая стабилизация камеры и повышенная частота обновления экрана – уже имеются в смартфонах до 20 тысяч рублей. Но у данной ситуации есть и обратная сторона. Некоторые производители завышают цены на свои откровенно бюджетные смартфоны, пользуясь силой своего бренда. Да и постковидный кризис заставил сделать даунгрейд некоторых более новых аппаратов, которые по определению должны были быть лучше предшественников. Прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. Ну а теперь поехали. На что обратить внимание при выборе? Смартфон сейчас – это максимально личное устройство, поэтому критерии у каждого будут свои. Кому-то требуется огромный экран, а кто-то обожает компакты. Кому-то обязательно нужен контрастный AMOLED-экран, а другой предпочитает естественность IPS. Мы хотим акцентировать ваше внимание на основных аспектах выбора телефона. Дисплей, размер, частота обновления экрана. Большинство смартфонов уже давно перешагнули размер диагонали в 6 дюймов и плавно приближаются к 7. Очевидно, что размеры поменьше будут постепенно уходить с рынка. А с технологией дисплея проще. В этом ценовом сегменте используется только вариация IPS-матриц. И AMOLED. У каждого есть плюсы и минусы. У IPS есть естественные цвета, отличное отображение белого, отсутствие лишней нагрузки на глаза. Более дешёвое производство. У AMOLED это более высокая контрастность, глубокий чёрный цвет, хорошая энергоэффективность. Частота обновления экрана – самый спорный пункт, так как многие всё равно не видят разницу между 60 Гц и 120 Гц, но остальные отмечают повышенную плавность работы интерфейса. Процессор. Выбор в данном ценовом сегменте дают только два производителя – Qualcomm и Mediatek. Последний был аутсайдером последние годы, сейчас точно не стоит его бояться. А в некоторых случаях желательно отдавать предпочтение. Память. ОЗУ по ЗУ. В 2022 мы настоятельно не рекомендуем рассматривать Android-смартфон с оперативной памятью менее 6 ГБ, а с постоянным накопителем немного иначе, так как сейчас существует много облачных сервисов. И минимального объёма в 64 ГБ будет достаточно. Камера. Настоятельно не советуем делать выводы о качестве съёмки по количеству мегапикселей. Обычно хорошие кадры получаются в совокупности с хорошим процессором и стабилизацией изображения. Звук. По звуку всё просто. Есть монозвучание из одного динамика, есть стерео, где вместе с основным играет разговорный. Аккумулятор и автономность. Многие Android-производители устанавливают батареи по 5000 мАч и более, что даёт сутки работы смартфона. Но хорошую автономность при меньшем аккумуляторе даёт и энергоэффективный процессор. Открывает мой топ TCL 10 Pro 6128. В этой подборке этот аппарат выпущен раньше всех в 2020 году. На старте продаж он стоил 35 тысяч рублей. Компания TCL делала ставку на дизайн в этой модели, что им определённо удалось. Выглядит телефон гораздо дороже. Эти ощущения ещё больше укрепляются, если взять его в руку. Сзади у него стеклянное матовое покрытие, которое почти не собирает отпечатки. Датчик отпечатка пальца находится под экраном. Конечно, сейчас уже этим никого не удивишь даже в этом ценовом сегменте. Но баллов удобству это определённо добавляет. Где компания сэкономила, так это на железе. У смартфона сердце. Это Snapdragon 675 на уже устаревшем 11-нанометровом техпроцессе. Больших показателей в играх на нём точно ждать не стоит. Но для повседневных задач хватит. По камерам имеется основной модуль на 64 Мп, 16 Мп широкоугольное, 5 Мп макро и два датчик глубины сцены. Фронтальная камера на 24 Мп. Для этой цены набор неплохой, но из-за слабого процессора вряд ли получится раскрыть его потенциал. В комплекте идёт адаптер на 18 Вт, который зарядит аккумулятор смартфона в 4500 мАч на 50% за 35 минут. Телефон получился определённо эффектным, со своим узнаваемым дизайном. Увы, начинка аппарата имеет свои недостатки. Но если вам безразличны показатели бенчмарков, то он вас точно порадует. Четвёртую строчку занимает Ono 50 Lite. Это свежая модель от компании. Ono имеет в своём дизайне тренды яблочной компании. Плоские края рамки. И кому-то такой вариант обязательно должен понравиться. У него самые тонкие рамки для IPS-дисплея в своём ценовом сегменте. Это даёт ощущение практически полной безрамочности. Отношение экрана к корпусу 95%. Небольшим минусом будет отсутствие повышенной частоты обновления дисплея. Оригинальное расположение блока камер повторяет дизайн флагманов Huawei. На бумаге данные модулей камеры Ono не выдают каких-то особых характеристик. 64 Мп основная, ультраширокая на 8 и 2 на 2. Но компания всегда славилась хорошими алгоритмами, создающими отличные фотографии. Благодаря особому режиму искусственного интеллекта AI смартфон распознаёт объекты, попадающие в кадр, и дополнительно обрабатывает в зависимости от освещения. Размер аккумулятора 4300 мАч. Это не сильно много, но зарядка в 66 Вт, которые обычно оснащают некоторые флагманы, компенсирует это. За 15 минут телефон заряжается на 55%, а на полный заряд потребуется 45 минут. Процессор схож по характеристикам с представителем фирмы TCL. Это чипсет от Qualcomm Snapdragon 662. Но на стороне Ono прекрасная оптимизация своего программного обеспечения, отточенная годами смартфоностроения. Для повседневных задач его определённо хватит обычному пользователю. Тройку лидеров открывает Realme 8. Этот смартфон получил яркий дизайн, которым создатели явно пытались завлечь более молодую аудиторию. Пластиковый корпус разделён на две области – матовую и глянцевую, на которой написан слоган компании. Модель чёрного цвета имеет более сдержанную монотонную расцветку. В этой серии Realme отказались от IPS-матриц в пользу AMOLED. Экран на 6,4 дюйма лишился повышенной частоты обновления. Есть опция сглаживания, которая немного исправит ситуацию. Пиковая яркость достигает 1000 нит, а это почти флагманский уровень. Процессор немного устаревшей конфигурации MediaTek Helio G95, который присутствовал в прошлом поколении серии. Он довольно горячий, это будет чувствоваться при долгой нагрузке в играх. Небольшим плюсом относительно прошлого поколения стало улучшение оптимизации ПО, которое дало прирост в 15% в синтетических тестах. Блок камер представлен четырьмя модулями – основным на 64 Мп, ультрашироким на 16 Мп и две заглушки по 2 Мп, фронтальная на 16 Мп. Конечно, днём снимки будут отличными, но вечером и в ночное время будет появляться шум на фотографиях. Отсутствие повышенной частоты экрана положительно на автономности. Аккумулятор на 5000 мАч вместе с энергоэффективной матрицей даст до двух дней работы смартфона. В комплекте есть блок на 30 Вт, который зарядит телефон на 50% за 26 минут. А полная зарядка займёт 65 минут. На втором месте – Poco M4 Pro 5G. Устройство от Poco всегда становится хитами, это ожидало и M4 Pro 5G. Размер устройства традиционно большой. Диагональ дисплея 6,6 дюйма. Задняя крышка выполнена из матового стекла. Блок камеры унаследовал широкую площадку с логотипом. Экран IPS имеет частоту обновления в 90 Гц. Яркость имеет средние значения и достигает 450 нит, что даст о себе знать на солнце. Внутри свежее решение от Mediatek. Dimensity 810 выполнен по 6-нанометровому техпроцессу, что не даёт ему сильно нагреваться. При долгой нагрузке его мощность падает только на 20%. Поэтому с большинством игр справится на максимальных настройках графики. У данного устройства стереозвук, выполнен сочетанием работы нижнего и разговорного динамиков. Да, нижний играет громче, это чувствуется, но в этом сегменте цен многие телефоны оснащаются лишь монозвучанием. Поэтому даже такой вариант смотрится гораздо лучше. В блоке камеры отказались от бесполезных заглушек и ограничились только модулем на 50 мегапикселей и ультрашироким на 8. И основной модуль действительно удивляет. Сказывается новый процессор и обновлённые алгоритмы. На ультраширик можно получить хороший кадр лишь днём. Когда света становится немного меньше, края кадра очень сильно теряют детализацию. Традиционный для Poco адаптер на 33 Вт зарядит телефон на 50% за полчаса и 100% за час. Время автономности стандартное для такого аккумулятора – один максимум два дня. И победителем рейтинга становится Redmi Note 10 Pro. Да, эта прошлогодняя модель обходит по характеристикам смартфон этого года. Какое сейчас время? В дизайне линейки Note задняя крышка матовая, но только у двух цветов – бронзового и перламутро-голубоватого. Чёрная модель получила глянец. Экран имеет размер 6,67 дюйма. Это AMOLED на 120 Гц. Запас яркости поистине огромен для этого ценового сегмента – 1200 нит. Это действительно флагманский уровень, и пользователь это оценит, особенно в сравнении с конкурентами. А сердцем смартфона является Snapdragon 732G. Процессор среднего уровня, который отлично себя зарекомендовал в других моделях. Например, в Poco X3. Это хит прошлого года. Блок камер выделяется основным модулем на 108 мегапикселей от Samsung. Звучит внушительно, особенно для такой цены. Одним из плюсов такого разрешения камеры становится возможность использовать трёхкратный зум в хорошем качестве. Явным достоинством будет запись видео в формате 4К, тем более, что более новая модель серии пишет только в Full HD. Хочу отметить наличие действительно интересных готовых режимов для съёмки видео и встроенный редактор фото. Автономность тоже на достойном уровне. 5020 мАч в совокупности с не самым энергозатратным процессором дают сутки при активном использовании и включёнными 120 Гц. На этом мой топ подошёл к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. И стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор.